Данное видео – это беседа Сэма Вакнина с его женой Лидией. Называется оно так. «Лидия, почему ты все еще с Сэмом Вакниным?» и «Секс». Видео было опубликовано 28 августа 2016 года. Ссылка на оригинальное видео в описании. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Доброе утро, день или вечер всем зрителям, где бы вы ни были. Сегодня мы возьмем интервью у Лидии Рангеловской. Лидия – это многострадальная жена Сэма Вакнина, который является нарциссом 9 уровня номер 1 в мире. И первый вопрос. Твой муж Сэм Вакнин говорит о нарциссизме и советует жертвам абьюза, отказаться от нарциссов, использовать технику неконтакт, уйти, оставить нарцисса, не утруждать себя работой над отношениями. Просто закончить все это. Просто вопрос. Вместо того, чтобы записывать это видео с Сэмом, почему бы тебе просто не выстрелить в Сэма? Я хочу сделать это. Шутка. Первое – это потому, что ты, Сэм, знаешь о том, что у тебя есть возможность изменить ситуацию. Ты тот, кто ты есть. Ты можешь анализировать и сочувствовать. А еще ты помогаешь людям узнать то, что они нарциссы. И делаешь это индивидуально. Нарциссы – это жертвы, и им становится легче справляться. Но разве ты не являешься жертвой? Ты живешь с нарциссом. По определению, ты являешься жертвой нарциссического абьюза. Есть разница между другими нарциссами и тобой. Ты человек с очень высоким IQ. А это случается редко. Я имею в виду, что на самом деле редко можно встретить нарцисса, который может изменить ситуацию. Ты пошел глубоко внутрь себя. Ты был честен с самим собой. И ты хотел знать, что было не так с тобой. После твоего первого развода, после того, как ты какое-то время провел в тюрьме, после того, как ты обанкротился. Так что тебе было любопытно узнать больше информации о себе. Тебе знакомо чувство, что ты жертва абьюза? Я знакома с этим чувством. Но что бы ни случилось, я стараюсь человека понять. Если ты не жертва абьюза, то какой совет ты можешь дать людям, которые являются жертвами абьюза? Я была жертвой нарциссического абьюза, но те преследователи были хуже тебя. Я воспитывалась в неблагополучной семье. Мои родители были церебральными нарциссами. На самом деле, они научили меня стратегии выживания. Поэтому у меня есть этот опыт. Но это было до того, как я встретила тебя. Как я страдала с ними, я не могу сказать, что точно так же я страдаю с тобой. На самом деле, ты для меня как кусок пирога. Так что, ты разрабатывала стратегию. Да, и те, кто позже узнал мою историю, которой я поделилась, мои друзья, например, сказали, что нашли в этой истории что-то полезное для себя. Начали ли они использовать какие-то из этих стратегий? Да, конечно. И они до сих пор женаты. В прошлый раз, когда я проверял, мы тоже были женаты. Это приводит меня к следующему вопросу. Сэм утверждает, что является церебральным нарциссом. По его мнению, это именно он изобрел фразу «церебральный нарцисс». Но из этой теории следует, что у церебрального нарцисса нет секса. Так что, если верить тому, что он говорит, значит, последний раз у тебя был секс при первом правлении Джорджа Буша или тогда, когда Тони Блэр был молодым. Как ты с справляешься? Ведь ты очень хорошо выглядишь, вкусно готовишь, и все мужчины должны стоять в очереди и желать все то, чего мужчины хотят делать с женщинами. Как ты с этим справляешься? Давай я отвечу на этот вопрос в более интимной обстановке, такой как семинар, например. В семинар на интимную тему, я думаю, там соберется более двухсот человек. Так это проблема? Нет никого похожего на тебя. Это интригует. Стоит приехать в Лондон хотя бы для того, чтобы услышать ответ на этот вопрос. Ну что ж, переходим к следующему вопросу. Сэм описывает поездку, в которой он встретил десятилетнего мальчика. Этот мальчик пообщался с ним, а потом сказал, что Сэм не человек, а сканирующая машина. И это реальная история, потому что ты сама при этом присутствовала. Мой вопрос заключается в следующем. Как ты можешь жить с тем, кто не испытывает эмоций? Кто как сканирующая машина? Даже десятилетний мальчик это понял. Нет эмпатии, ненавидит людей, полностью асоциален, асексуален, безэмоционален и в общем не существует. Как ты живешь с этим? Многие мои друзья говорили мне, что у меня есть дар, чтобы видеть людей сквозь их маски, смотреть прямо в душу и пользоваться при этом еще и своими эмоциями. Я стараюсь взращивать это. Итак, получается, Сэм лжет, когда говорит, что у него нет эмоций? Я думаю, что эта позиция нарцисса очень удивительная. На самом деле у него есть много эмоций, которые он подавляет для того, чтобы просто выжить. Получается, у нарцисса нет эмоций, потому что на самом деле он испытывает очень сильные эмоции, которые он должен подавлять. Ты претендуешь на доступ к его эмоциям? Я не знаю, как получить доступ к его эмоциям, но я могу их считать как-то. Я не знаю, какой это уровень. Кто-то может сказать, что это как-то на бессознательном уровне происходит. Но что касается нарцисса, например, тебя, это неправда, что у тебя совсем нет эмоций. У психопатов совсем нет эмоций. Многие люди говорят, что я психопат. Такой вывод они сделали на основании фильма «Я психопат». Мы оба знаем, что этот фильм не о тебе. Это потому, что тот психопат австралиец. Шутка. Сейчас последний вопрос. Иногда мы любим людей, а иногда нам нравятся люди. Если нам повезет, мы любим людей. Нравится ли тебе, Сэм? Мне очень нравится, Сэм. Вау, что-то должно быть не так с тобой. Даже мне он не нравится. Итак, это была Лидия Рангеловска. Если вы сможете приобрести билет на 24 и 25 сентября в Лондоне, вы сможете услышать ее. Во второй день семинара будет вторая часть данного интервью. Она будет говорить о своем опыте с Сэмом, другими нарциссами и психопатами. Лидия в стране чудес. Не пропустите. Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.